Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будет ли в вашей жизни любовь, награда, которую вы так давно ждете? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Что ж такое тупик? Ваша женщина, знаете, как будто такое ощущение, что загнала вас в тупик. У вас какое-то тупиковое состояние. Это не в прямом смысле, что женщина, но из-за нее. Это может быть разрыв с женщиной, когда наступает своего рода тупик, и вы не знаете, как жить дальше, как жить без нее. Особенно, если вы любили свою женщину. Очень агрессивная, злая была женщина. Я не могу сказать, что она вас прям любила. Вот не могу. Поначалу, может быть, да. Но вот остаток ваших отношений, вот, может быть, период какой-то. Но она была, ну, просто злюка-злюкой. Ну, по-другому я ее не назову, ну, честно. И вот она своими действиями какими-то, своими словами, может быть, вот полностью загнала вашу жизнь в тупик. Кто-то из вас еще пребывает в этом таком тупиковом состоянии, когда не знаешь, как жить дальше, куда идти, куда бежать. Может быть, сменить работу. Может быть, сменить, я не знаю, там, город сменить. Ну, то есть, вот, в непонятках так человек живет. Кто-то еще пребывает в этом состоянии, кто-то уже начинает выкарабкиваться. А, возможно, кто-то из вас уже выкарабкался. Но был своего рода такой тупик. Это однозначно. Особенно вот сразу же после разрыва. Смотрите, вы очень целеустремленный человек. Вы очень такой вот активный, я бы сказала. Очень деятельный. Может даже проигрываться, что сейчас вот вы планируете что-то. Может быть, перейти на новую работу. Либо же какой-то там, я не знаю, бизнес-проект открыть. Ну, то есть, какое-то новшество. Что-то связано с вашей работой. Очень неплохо вы зарабатываете деньги. Вот у нас даже два туза подряд выпало. Это вообще суперская карта. Вы неплохо зарабатываете деньги. Другое дело, что по некоторым причинам, может быть, вам либо же вот сама судьба злодейка, либо какие-то обстоятельства жизненные могут вставлять палки в колеса. Что, да, зарабатывать вы умеете, но либо же возможности нет, либо же здоровье не позволяет, либо еще что-то, да. Хотя я не могу сказать, что вы бедствуете. Вы, в принципе, вы человек вот, ну, среднего достатка, это точно. Но вы могли бы еще больше заработать. Вот я к чему веду. Вы очень неплохо могли бы заработать. Но вот по каким-то вот объективным причинам, да, вот жизненным может быть, что вы не можете вот еще больше углубиться в этот заработок. Вы, в принципе, деньги, я вам скажу, могли бы, ну, просто на раз-два зарабатывать. Вы даже, может быть, не догадываетесь, сколько талантов у вас есть. Но вы, я говорю, вы можете быть очень обеспеченным человеком, если постараетесь, если вы обдумаете все, если просчитаете, может быть, как лучше, как, даже если какие-то помехи в вашей жизни есть, как вот обойти эти помехи, как решить проблемы и начать зарабатывать больше. Вы можете в разы зарабатывать больше. Просто вот сядьте и подумайте, как это лучше сделать. Так, еще что в вашей жизни происходит, коротко смотрим. Вы такой вообще борец, вот борец за справедливость, борец, знаете, вот защитник слабых. Ну, такой вот вы молодец, в принципе, такое хорошее у вас качество, когда вы не побоитесь даже один против всех пойти, вот просто чтобы защитить, защитить какое-то вот, я не знаю, там слабое существо, защитить какую-то свою правду. Ну, такой борец. Плюс еще может проигрываться, что у вас и характер-то такой бойцовский, да, может быть, вспыльчивый, импульсивный такой. Смотрите, в вашей жизни появится женщина, которая все-таки станет вашей новой императрицей. Вот она станет именно той женщиной, которая так важна для вас. Да, когда-то у вас была вот эта вот злюка, да, которая была центром вашей Вселенной. Но эта женщина, она будет другая. Причем вы почувствуете ее интуитивно. Вот почувствуете, когда будете знакомиться, может даже возникнуть такое ощущение, что вот это она, это мой человек. Женщина ориентированная на семью. Вы очень семейные оба. Это ваш большой плюс, взаимный плюс. Далее. Так. Знаете, вас вот очень как-то вот удивит, вот удивит это знакомство. Вот что-то вас насторожит в этой женщине поначалу. Вот с одной стороны вы ее почувствуете, а потом в процессе общения, когда будете общаться, вот что-то немного вас опечалит. Это может быть что угодно, да. Кто-то, может быть, подумает, что, ну, там, я не знаю, по финансам вы ее не потянете, да. Может быть, кто-то в разговорах с ней что-то такое уловит, что вам не понравится. Ну, то есть, вот будет такой период поначалу, что вы будете очень-так, очень, знаете, настороженно общаться. И не исключено даже, что вы возьмете на какой-то период паузу. Посмотрите. Ну, это будет такая своего рода ваша проверка ее. Может быть, она вам покажется корыстной, да. Хотя, на самом деле, ну, я не вижу, чтобы она такая вот... Да, она, она может быть экономной. Она может быть экономной, но не корыстной никак. Она, скорее, экономная, потому что деньги она направо-налево не тратит. Нет. Но вот что-то именно, я думаю, это связанное по деньгам, с деньгами, вас насторожит, да. Может быть, то, что она ухоженная, она хорошо выглядит. И вы подумаете, да, что я ее не потяну, много денег надо. Может быть, еще какие-то. У каждого это будет по-своему проигрываться, но то, что вы отстранитесь на какой-то период, даже вот для проверки. Я думаю, это будет проверка. Вот как она себя поведет, да. Эта проверка может быть еще, насколько вы ей нужны. Еще такой может быть момент. А она все-таки проявится. Вот если вы отстранитесь, она проявится, да. Она какой-то период выждет, она сразу будет в таких непонятках, что случилось, да. Почему он отстранился? Вроде бы ничего плохого. Она будет вам не сразу, говорю, через какой-то период, да. Вот она выждет, как умная женщина. Сразу она атаковать вас не будет, когда вы отдалитесь. Она выждет, потом начнет потихонечку там писать, либо же звонить, да. То есть делать какие-то осторожные шаги. Ну, то есть вы поймете, что вы все-таки не безразличны, что вы ошибались, вот что вы себя зря накрутили. Так, и что будет после этого? И вот после этого у вас будут кардинальные другие отношения. Абсолютно другой жизненный этап. Причем, я вам скажу, вот все равно ваша подозрительность, она будет с вами идти рука об руку. Вот вроде бы и хорошо будет все в отношениях, но периодически вы будете себя накручивать. Периодически, вот допустим, знаете, где-то она задержалась, а где она и с кем? А вдруг она и там, и там, а вдруг она с бывшим, еще где-то. Ну, то есть будете еще себе сами мозги компасировать. Хотя это абсолютно напрасно. Абсолютно. Вы сами себе будете выносить мозг. И, ну, в конце концов, она об этом узнает и довольно сильно обидится, я вам скажу. Поэтому, ребята, как-то держите себя в руках. Нельзя, если одна женщина обидела, нельзя с таким подозрением ко всем. У вас отношения вот после паузы наладятся, и причем она будет проявлять, ну, проявлять внимание, да, то есть она будет показывать, что вы интересны, что она хочет с вами быть, да. Ей не нужны ваши деньги, да. Она экономный человек, но экономить можно по разным причинам. Может, у нее голодное, холодное детство было. Потому, может быть, она тяжело всегда зарабатывала, поэтому она ценит каждую копейку. Но это не значит, что она корыстная. То есть она проявится к вам. Вы еще какой-то период будете так осторожно. Уже даже после паузы будете очень осторожно с ней общаться, вот эти сомнения все. Но потом в итоге это все выровняется. Через какое-то время все-таки у вас пойдет уже новая стезя, новый этап ваших отношений, уже совершенно других. Так, что же? Да, вот, посмотрите. Этап гармонии. Этап, когда вот вы наконец-то доверитесь, и этап в любви, когда уже вы влюбитесь, влюбитесь по самое не могу. Она все-таки вот дождется, да, вот эти ваши сомнения, колебания, отстранения. Но это далеко не каждая женщина будет, конечно, терпеть. Но, тем не менее, вот поскольку вы ей очень сильно понравитесь на тот момент, она все вот эти вот какие-то ваши качели эмоциональные она стерпит. Поэтому смотрите, ребята, держите себя в руках. Отношения обещают быть, ну, поначалу точно не очень простые, да. Поначалу вот это вот отстранение бывает периодически у некоторых пар, я вам скажу. Когда человек не уверен в себе, обычно это бывает у людей с заниженной самооценкой, когда не уверена, потяну ли я ее, а смогу ли я и так далее. Но, как правило, заниженная самооценка плюс психотравма с прежних отношений. Ну, то есть, такой тандем непростой. Но эта женщина, вот что мне импонирует, да, вот она все-таки дождется, вот когда вы угомонитесь, когда вы все взвесите. И, наверное, все-таки это уже говорит о том, что у нее есть чувство к вам, да, вот она хочет быть с вами, она будет с вами, и будут уже стабильные, серьезные отношения, в которых уже вы в нее влюбитесь. Вы начнете ее завоевывать, а она будет убегать. Как всегда, помним, да, зайчик и охотник. Мужчина-охотник, женщина-зайчик. Вот как-то так. Причем даже я вам скажу, вот когда ваши страсти поулягутся, именно ваши, я имею в виду, вот внутренние, вы начнете больше зарабатывать. У вас может даже появиться какая-то либо подработка, проект какой-то, может быть, ну, что-то такое. Может быть, даже у кого-то будет инодомная, онлайн-подработка. Ну, то есть, у каждого это будет по-своему. Но вам захочется, вот знаете, как будто крылья вырастают, вот жить, творить. Ну, сколько вы пройдете до этого периода, да, сколько вы и сами себе мозг будете выносить своими мыслями, сомнениями. Ну, это, конечно, трэш, ребята. Поэтому, смотрите, эта женщина, в принципе, ваш талисман. Она принесет и финансовую удачу, и, наконец-то, гармония душевная в вашей жизни появится. Ну, и, конечно же, любовь и любимая женщина. Так что не грустите, берегите, не нужно сильно углубляться и терзать самого себя своими мыслями, потому что к добру это не приведет, ну, никоим образом. А наоборот, настраиваемся на позитив, все будет хорошо и будет с вами счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok